Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста, послание к римлянам, 4 глава, 16 стих, мы зададимся вопросом, почему патриарх Авраам стал отцом всем нам, как говорится в этом отрывке. И давайте прочитаем этот текст. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам». О чем это? Здесь мы читаем о том, что Авраам проявил сверхусилие веры. И он является нашим отцом, потому что мы, как и Авраам, спасаемся верой. И хотя благочестие патриарха Авраама было очень велико, едва ли кто-то из нас в своей жизни достигнет таких вершин благочестия, однако и Авраам становится праведным не от усилия дел, а от усилия веры, когда он с верой проявляет надежду и любовь по отношению к Творцу и Создателю. Далее апостол Павел рассуждает здесь, как бы развивая и раскрывая эту мысль. Как написано «Я поставил тебя отцом многих народов». Что значит «Я поставил тебя отцом многих народов»? В пример Бог поставил этого человека, в пример всем народам, и мы, подражающие ему, стали как бы его дети. Потому что Авраам поверил сверхмеры, о чем мы уже говорили, что от него, от уже омертвелого чреслами, и от Сары, тоже очень пожилой женщины, может возникнуть жизнь. И когда мы, омертвелые в состоянии греха, проявляем веру, что Христос силен изменить наши греховные нравы и преобразить нас, сама эта вера является чем-то преображающим и меняющим нас. «Как написано «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом», которому он, то есть Авраам, поверил животворящим мертвых, это Бог, животворящий мертвых, и называющим несуществующее, как существующее. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «Так многочислено будет семя твое». Итак, проявим и мы веру с надеждою, и таким образом уподобимся патриарху Аврааму. Его мертвость была физическая, наша мертвость нравственная и моральная. И сколько раз мы давали обещание Богу, что мы исправимся, что мы изменимся, что мы преобразимся, но у нас ничего не получалось. Многие православные христиане жалуются, что в течение многих лет они исповедуются, они вынуждены исповедоваться в одних и тех же грехах. И как бы они ни наблюдают никаких перемен в своей собственной жизни, но это далеко не так. Господь испытывает нашу веру, Он испытывает нашу надежду, Он хочет усовершенствовать нашу любовь. И далее Павел пишет, «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба сарена в омертвение». То есть он в какой-то момент перестал об этом думать. «Не поколебался в обетовании Божьим неверием» – обетование Божье было в следующем году, у тебя будет сын. «Но пребыл в твердом вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он, Бог, силен и исполнить обещанное». Мы тоже должны пребывать в твердой вере и не сомневаться, что Бог, который создал нас из ничего, из небытия в бытие, силен преобразить жизнь каждого из нас в нравственно и моральном смысле. Далее апостол Павел пишет, «Потому и вменилась ему в праведность» – такая его удивительная вера. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что «вменилась ему», но в отношении к нам, то есть вера Авраама, она создала некий прецедент. «Вменится и нам, верующим, в того Бога, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Действительно, братья и сестры, подражая вере праведных патриархов, пророков, апостолов, святых и праведных, священномучеников, подражая вере Пресвятой Деве Марии, мы можем усовершенствовать свою надежду и усилить чувство собственной любви. Сказано, что приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. Поэтому и надежда, и произрастание в любви начинается с проявления нашей веры. И давайте посмотрим, что по этому же вопросу пишет святитель Иоанн Златоуст, это его гамилия на послание к римлянам. «Видишь ли, как вера не только истребляет сделанный грех, но и позволяет обрести силу и не позволяет ему родиться, когда мы обретаем силу против греха? Потому апостол и говорит, по милости, для чего же это? Не для того, чтобы нас устыдить, но дабы обетование было непреложно для всех. И если в жизни патриарха Авраама это все оказалось возможным, проявить такую веру, то каждый из нас, подражая вере такого угодника, он как бы становится его сыном через это подражание. Вот почему говорится о том, что Авраам стал отцом всем нам. Он был первым, который среди тьмы, язычества и многобожия исповедовал сверхчеловеческих сил веру в Бога. Которого тогда во дне Авраама никто не знал, кроме Авраама и других немногих избранников Божьих. Поэтому мы считаемся сыновьями патриархов и пророков, подражая их вере и имея такую же, как у них, устремленность ко Христу. «Ибо все патриархи и пророки жили ожиданием пришествия Христа Спасителя». «Мы их дети, и в противоположность нам, те, которые только поплати дети Авраама, но они не исповедуют веру Авраама и нарушают святой закон Божий, Господь говорит, если бы вы были дети Авраама, то вы бы делали дела Авраама». Главное дело жизни Авраама – это его вера, которая вменилась ему в праведность. И через усилия нашей надежды и любви эта вера усовершенствуется в жизни каждого из нас, если, подражая этому великому угоднику Божию, мы станем истинными его чадами в смысле подражания, в смысле того, что он пример для всех нас. Как и сказано в Слове Божьем, взирайте на наставников ваших, подражая вере их». Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Спасибо всех, Господь! Субтитры сделал DimaTorzok